Добрый вечер! С вами программа «Лучше знать» и я, Анна Васильева. Как обычно, по субботам мы проанализируем главные события уходящей недели и поговорим о том, к чему они приведут. Для рижан главной новостью стала грядущая с нового года изменение стоимости проезда на общественном транспорте. Как обычно, мнения разделились. Часть столичных жителей возмущена тем, что поездка по эталону будет стоить на 30% дороже – целых 1,5 евро. Другая довольна тем, что месячный проездной будет стоить всего 30 евро. Кто прав, попытаемся разобраться. Второй показательной новостью стал максимальный штраф в 8000 евро, наложенный на портал Latvia.Zenis. За нашу программу «Лучше знать» от 3 сентября. В ней совет по электронным СМИ усмотрел признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы дискредитировать латвийские госструктуры и представителей власти. Это я цитирую новость агентства «Лето». И тут есть о чем поговорить, например, о свободе слова. Но обо всем по порядку. Новые цены на проезд в Риге – хорошо это или плохо? Многие называют новые тарифы подарком на Новый год от столичных властей. Но одни считают это плохим подарком, другие искренне радуются. Давайте разбираться, кто прав, а кто нет. Главная цель реформы тарифов – заставить рижан покупать месячный проездной. Стоимость такого билета уменьшится с 50 евро до 30 евро в месяц. Это получается за 1 евро в день, катаясь, сколько пожелаешь, со всеми пересадками. Это большой плюс для всех, кто каждый день ездит на работу. И плюс для тех, кто в свой выходной решил проехаться по разным магазинам города. Итого явные преимущества получают те, кто работает неудаленно. И магазины со скидками в другом районе или даже на другом конце города становятся доступнее. Это хорошо для бизнеса в кризис. При этом стоимость месячных билетов для многодетных семей, педагогов и школьного персонала, равно как и для работающих пенсионеров по выслуге лет, а также студентов, составит 50% от тарифа стандартного проездного или 15 евро. Для школьников, пенсионеров по возрасту, неработающих пенсионеров по выслуге лет, инвалидов, ничего не меняется. Проезд бесплатный – это о хорошем. А что плохого? Плохо будет тем, кто ездит нерегулярно и проезжает несколько остановок. 1,50 евро – это уже богатая Европа по цене. Это уже болезненно. И остается только такой билет на 90 минут. Все билеты на 60 минут за 1,15 евро, билеты выходного за 60 центов и билеты выходного для льготников за 30 центов отменяются. То есть проезд для них подорожает в 1,5-3 раза, и это неприятно. Но давайте честно, сейчас для города себестоимость поездки на транспорте в Риге – 2,5 евро. То есть старый билет не покрывал и половину возросших расходов. Покроет ли их повышение цены на билет? Это вряд ли. А популярный проездной по уменьшенной цене? Да, может. Дело в том, что большая часть безбилетников как раз проезжает несколько остановок и просто не платит. При дешевом проездном за 30 евро они покупают и проезд по низкой цене, и спокойствие. Выходит, что скататься куда нужно можно за 50 центов и обратно столько же. Тут любой заяц призадумается, что выгоднее нервотрепка и штраф или пустяковая цена за проезд. Так что, по сути, с месячным проездным поездка на транспорте в Риге будет стоить теперь всего пол евро. Экономия на поездке более 50 процентов – 65 центов, если покупать разовый эталон. И называть это решение Рижской Думы плохим может только очень озлобленный человек, тот, кому не нравятся большие скидки или профессиональные безбилетники, которые свою тягу к приключениям прикрывали дороговизной. Теперь у них так не выйдет. Штраф за цитату депутата. А где свобода слова? Для начала я процитирую сотую статью главного закона Латвии Сатверсма. Каждый имеет право на свободу слова, включающее в себя право свободного получения, владения и распространения информации, выражения своих взглядов. Цензура запрещена. А теперь можно и поговорить о штрафе, наложенном на нашу программу. Вам же рекомендуем ее посмотреть здесь же, на нашем YouTube-канале. Она вышла 3 сентября. Тогда вы сможете составить свое мнение. Начнем с признаков разжигания ненависти к русскоязычным. В этой программе мы обсуждали интервью депутата Александра Кирштейнса в газете «Латвия с Авиза» и цитировали его. «Мы были возмущены его высказываниями и в открытую говорили, что видим в его словах разжигание ненависти и розни». Очень показательно, что в словах Кирштейнса официальные органы не нашли разжигания, а стоило нам объяснить, как это выглядит с точки зрения русскоязычного меньшинства, так нас сразу обвинили в разжигании ненависти к нам самим. Нам это кажется парадоксом. Про ссылки на российскую государственную пропаганду. Еще проще. Мы говорили, что Кирштейнс своими высказываниями помогает российской пропаганде. И каким образом такое высказывание может быть запрещено, совсем непонятно. Теперь про призывы дискредитировать латвийские госструктуры и представителей власти. Тут очень интересно то, что Совет по электронным СМИ считает, что не высказывания Кирштейнса дискредитируют и его, и государство, а то, что мы их перевели и прокомментировали. Не станем вдаваться в юридические подробности, но мы сейчас считаем, что Сатфорсман нам гарантирует право на свободу слова и выражение своих взглядов на высказывания политика и парламентария. И это право мы будем отстаивать. Вот и все, что вам лучше знать о событиях минувшей недели. Синоптики обещают скорое похолодание, так что будьте готовы, берегите себя и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!